У вас криминальное прошлое? Просьба не беспокоить. В Госдуму внесли предложение запретить людям с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления трудоустраиваться в службы пассажирских перевозок. По статистике МВД за последние пять с половиной лет каждый второй убийца, насильник или грабитель становится рецидивистом, то есть совершает преступление повторно. При этом многие из них после освобождения устраиваются работать водителями. Чтобы выяснить, сколько судимых по тяжким статьям сейчас занимаются перевозками, в Москве провели спецоперацию «Заслон». За 10 дней данная операция показала, что выявлены водители такси, которые ранее также привлекались к уголовной ответственности. Девять человек за убийство, пять человек за изнасилование и два человека за похищение людей. Я в целом поддерживаю данную инициативу, она направлена на сохранность жизни и здоровья пассажиров. Под действие нового закона попадают две трети судимых по особым статьям Уголовного кодекса. В перечне убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм. Закон коснется не только россиян, но и приезжих в Россию из стран ближнего зарубежья. Данные об их судимости на родине по аналогичным статьям тоже будут учитываться. Пытаются изолировать и вынести из трудовой деятельности человека, который был ранее судим по тяжким статьям. Но хочется заметить, что здесь мнение водителя достаточно разнообразное и обширное. Службы занятости должны понимать, что хватает ли в этой отрасли работников, либо не хватает. Самарские водители к инициативе депутатов отнеслись по-разному. Я думаю, правильные вообще. Конечно, бандиты еще, такси сажать. С другой стороны, конечно, надо людям помогать, что-то надо делать. Такси тяжелая работа. Я сам не таксую, но видно, что люди устают сильно эмоционально, физически. Поэтому в этом логика есть, но я его не слышал, этот закон. Но, в принципе, все логично. Я вчера услышал по радио, говорю, ну, конечно, понятно, да, вот он судимый, то что теперь все, на нем крест поставить. А где ему заработать? Где его с волчим билетом возьмут, скажем так? Не знаю, мне кажется, это чересчур. Согласно законопроекту, водители такси, трамваев и троллейбусов, а также междугородних автобусов должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Вернуться к работе с пассажирами водители с преступным прошлым смогут после погашения судимости. В случае совершения тяжких преступлений это через 8 лет после отбытия наказания. В случае особо тяжких через 10 лет. Законопроект разработан по поручению президента страны. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.